Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сёстры, миром и любовью Бога нашего Всевышнего Вседержителя Отца и Его Единородного Сына Иисуса Христа. Сегодня наше духовное размышление, я назвал так, проявим к себе милосердие, иначе погибнем. В наши последние дни земной истории среди верующих очень часто говорят о том, что для того, чтобы соблюсти принцип Божьего Закона, мы его помним, этот принцип, он указан в Писании, «Люби ближнего твоего, как самого себя, Я Господь» Левит 19.18, то сначала нужно научиться любить себя, а потом уже ближнего. Ну вот, как бы логично, ведь рассказано «возлюби ближнего, как самого себя», то значит, из этого следует, что человек прежде всего должен любить себя, а уже потом ближнего, как самого себя. Вроде бы логично все. И вот такая трактовка, она позволяет невозрожденным верующим прикрывать свой эгоизм и ладыкийское состояние нежеланием проявить ту любовь к ближнему, которая может потребовать от человека испытать собственные неудобства и лишения. Верующий оправдывает себя тем, что если я, проявляя любовь к ближнему, в чем-то себя ущемляю, то это значит, что я не проявляю любовь к себе, я отдаю ближнему больше любви, чем себе. А ведь в Писании сказано «возлюби ближнего, как самого себя», а не больше самого себя. Значит, поступая так, жертвуя своими интересами, ради ближнего, я не соблюдаю Божий закон, я грешу и за это не спасусь. Поэтому верующие, рассуждающие подобным образом, не спешат проявлять любовь к ближним, если это мешает им насладиться любовью к самому себе. Сегодня мы с вами в Свете Писания рассмотрим, как человек верующий должен проявить любовь к себе. И рассмотрим мы это на примере одной из составляющей любви, потому что мы знаем, что в Свете Писания любовь это нечто емкое, оно состоит из многих граней, поэтому охватить все грани за одно духовное размышление невозможно. Поэтому мы на примере одной из составляющей любви, на примере проявления человеком к себе милосердия, рассмотрим, что значит проявить к себе милосердие. То есть одну из грани любви. В Писании сказано «любовь милосердствует». Первое послание Коринфянам, 13 глава, 4 стих. Я молю Всевышнего, чтобы Он помог каждому, искренне желающему быть Ему послушным в соблюдении Его Святого Закона, в основании которого положена любовь, понять, что значит в Свете Писания на примере милосердия, одной из грани любви, любить себя и любить ближних. Прочтем текст Писания. В речи, 16 глава, 6 стих, мы прочитаем синодальный перевод и также перевод с ивритом. «Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла». И перевод с иврита. «Милостью и истиной будет искуплена злая наклонность, и в страхе Господнем удаление от зла». Вот, застрите внимание, «милостью и истиной будет искуплена злая наклонность». Чтобы нам понять глубину этих слов Писания, необходимо собрать целостную картину из самого Писания, из самого Писания, касающейся данной темы. «Конечно же, Писание не учит нас тому, что человек может быть очищен и искуплен от своего греха, благодаря лишь только своему милосердию и своей правдивости». То есть, Писание не учит тому, что спасение – это только результат дел самого человека. Пусть даже хороших дел, такие как милосердие и истина. Потому что это противоречит всему Писанию, научающему нас тому, что искупление – это лестница, сброшенная с неба. Это дар Божий. Но этот дар должен быть принят человеком. Это спасение – это то, что происходит благодаря Господу, исходит от Господа, происходит по Его воле, Его властью, Его силой. Но это должно иметь отклик в человеческом сердце. Посмотрите внимательно на эти тексты Писания. «Так говорит Господь. Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой». Исайя 43, глава, первый стих. Или Исайя 44, 22 «И сглажу беззакония твои». Это тоже как часть плана спасения, освобождения от грехов. «И сглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо Я искупил тебя, говорит Господь». Но в то же время должен быть и отклик в сердце человека на Слово Божье. Евреям 4, глава, второй стих сказано. «Ибо и нам оно возвещено», то есть Слово Божие, как и тем, но не принесло им пользы Слово «слышанное», нерастворенное верой слышавших». То есть мы видим, что спасение – это результат действий Бога и отклика человеческого сердца на эти действия. Конечно же, отрадно осознавать, что наше искупление от грехов находится не только в руках грешных людей, и даже пусть в наших собственных, а также и в руках святого и милосердного Бога. Ибо и мы, как и все люди, несовершенные грешники. И если бы спасение было бы только в наших руках, я думаю, что никто бы не спасся. Но даже зная эту истину о спасении, искренне верующего человека, согрешившего верующего человека и тем самым нарушившего свои отношения с Богом, не может не волновать вопрос. А каковы условия для искупления Богом наших грехов? Ибо если нет никаких условий, то и Писание, собственно говоря, нам не нужно. Да и вера нам, собственно говоря, тогда не нужна. Почему? Потому что Бог просто, без всяких каких-либо условий, совершает по своей воле искупление человечеством. Ну тогда нам ничего не надо, пусть Бог все и делает сам. Но Писание этому не учит. Писание учит тому, что несмотря на желание Бога спасти всех людей, не все люди будут искуплены, не все будут спасены Богом от земли. Большая часть человечества, увы, будет уничтожена за свои грехи. Посмотрите на эти тексты Писания. Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякой плотью, и много будет пораженных Господом. Посмотрите, много будет пораженных Господом. Те, которые освящают, очищают себя в рощах, один за другим едят свиное мясо, мерзости, мышей все погибнут, говорит Господь. Исайя 66 глава, 16-17 стих. То есть, перечисляются грехи людей, которые они не оставили, и за это много пораженных Господом. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимые были мертвы по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Вот заметьте, что спасение – это действие Бога, но верующие судятся за свои дела. И кто не был записан в книге жизни, а не был он там записан по причине каких-то неправильных им сделанных дел, тот был брошен в озеро огненное. Откровение 20 глава, 12-15 стих. Поэтому в этом свете, что спасены будут далеко не все, нам было бы важным понять в свете Писания, каковы условия для нашего искупления. Не так ли? Ибо ясно, что именно не выполнив Божьи условия, человек не будет искуплен, несмотря на желание Бога спасти его, и погибнет за свои прегрешения. Некоторые люди полагают, что грех можно искупить с совершением неких обрядов, включая такие, как крещение, вечеря Господня. Такие люди полагают, вот приму крещение, или поучаствую в вечере, и этим действием обновлю завет с Богом, очистюсь от всех прошлых своих грехов, и у меня будет все хорошо. Вопрос спасения решен. Это понимание очищения от грехов толкает людей порой на повторные крещения. Ибо грехи, увы, не оставляют крещенного и преследуют его и после крещения. И в вечере, сколько бы человек их не принимал, так же не освобождают человека от того, чтобы участвующий в них освободился от своих грехов. Только не подумайте, что я говорю о том, что крещение не нужно или вечере не нужно. Нужны. Ибо так говорит Писание. Но рассматривая их как средство искупления от грехов, мы глубоко ошибаемся в их предназначении. Ни один обряд не дан Богом человеку для того, чтобы самим обрядом очистить человека от его грехов. Это просто невозможно. Если бы это было возможно, не нужна тогда была бы голговская жертва. Достаточно было бы делать какие-то обряды. Даже жертвоприношение животных в ветхозаветнее время, которое указывали на Христа, не могли очистить человека. Евреям, 10 глава, с 1 по 4 стих, мы читаем закон жертвоприношения. О нем речь идет. «Одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого осознания грехов». То есть, они бы уже не грешили. «Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Евреям, 10 глава, с 1 по 4 стих. «Бог искупает грех человека жертвоприношением». Но речь идет о жертве Христа, Сына Божьего. И в этом случае нам важно очень понять, что под этим подразумевается и как это происходит. «На Христа указывали все ветхозаветные жертвоприношения животных. Сын человеческий пришел, чтобы послужить и чтобы отдать душу свою для искупления многих». Матфея, 20 глава, 28 стих. «Отдать свою душу для искупления, жизнь свою отдать для искупления многих». Именно на это указывали ветхозаветные жертвоприношения животных. И в Висянам 1, 7 сказано, что во Христе мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Бога Отца. Искупая людей от греха, Бог во Христе проявил к людям и милосердие, и правду. «Милосердие в прощении людей и правду в наказании того, кто решился стать заместителем людей в том, чтобы на себе понести наказание за их грех». В этом отношении исследуемые нами тексты с притч, текст Писания, на все 100% свидетельствуют нам о деяниях Бога в деле искупления людей. Давайте посмотрим внимательно опять на этот текст. «Милосердием и правдой очищается грех». Притча 16 глава 6 стих. Все правильно. Это евангельское повествование, отраженное в Притче 16.6. Но при всем при этом, хотя это и правильно, мы не имеем права применять этот текст из притч только по отношению к действиям Бога в деле искупления человека от грехов человека. Нам не позволяет это сделать контекст этого стиха. Давайте прочтем еще раз текст полностью. «Милосердием и правдой очищается грех, и страх Господень отводит от зла». Вторая часть этого текста – это усиление и продолжение первой части текста, что характерно для стиля Священного Писания. И вот вторая часть текста говорит нам о страхе Господнем, о почтении и благоговении перед Всевышним. И я думаю, нам ясно, что это уже касается деяний человека, а не деяний Бога. Я на все сто процентов согласен с утверждениями богобоязненных евреев, говорящих о том, что Всевышний все дает человеку, кроме страха пред собой, страха пред Всевышним. Страх и благоговение, почтение пред Всевышним должны происходить от самого человека. Посмотрите на эти замечательные высказывания еврейских мудрецов. «Все в руках небес, кроме трепета пред небесами. Все в руках Всевышнего, абсолютно все в руках Всевышнего, кроме страха пред Всевышним». Поэтому слова из исследуемой нами текста книги-притч «Милосердием и правдой очищается грех, и страх Господень отводит от зла» относятся к человеку в понимании того, что милосердием и правдой человека очищается грех человека, и страх человека пред Всевышним отводит его от зла. И вот тут духовным открытием данных нам Богом для правильно, всестороннего, неоднобокого, гармоничного понимания процесса спасения, процесса и условий очищения и искупления человека от грехов открывается она во всей полноте. Вся Вселенная зиждется на незыблемых принципах, именуемых законами, положенными Богом в управлении и гармоничное развитие творения. Изучение и понимание этих законов творениям помогает творению достичь в своей жизни замысла Бога о своем творении. То есть, знания и правильное применение Божьих законов, которые положены Богом для управления и развития творения, помогают творению стать тем, кем их хочет видеть Бог. Есть законы, управляющие видимым, материальным миром, но есть и законы, управляющие невидимым, духовным миром творения. И вопрос искупления человека от грехов тесно связан с законами, касающимися духовного мира. Эти духовные законы представлены нам в Писании, и исследуемые нами тексты из притчи 16.6 являются ничем иным, как одним из духовных законов, раскрывающих нам условия, необходимые для искупления человека от его грехов и победоносной жизни, свободной от грехов. Ибо первая часть текста говорит нам об искуплении и очищении от совершенных грехов, а вторая часть текста говорит нам о победоносной, свободной от греха жизни. Милосердием и правдой очищается грех, и страх Господень отводит от зла. Притча 16.6 Человек может не желать исполнять духовные законы Писания, как он может не желать исполнять законы, управляющие материальным миром. Но и в том, и в другом случае это приведет человека к катастрофе. Нежелание подчиниться закону тяготения не спасет его нарушителя от падения и, возможно, падения на смерть. Как и нежелание соблюдать духовные законы Писания, также приведет человека к духовному падению, если человек не одумается, то к вечной погибели. В Писании сказано, притча 16.18, «Погибели предшествует гордость и падению надменности». Поэтому нарушение законов Бога это восстание против законодателя. А восстание против законодателя это грех. А возмездие за грех смерть. Ибо возмездие за грех смерть, римлянам 6.23. Мы с вами желаем понять, каковы условия для очищения человека от греха, и мы видим, что не принимая Божьи условия очищения человека от греха, человек занимает позицию противления установленным Богом, духовным законам. А следовательно, Он грешит. И ясно, что невозможно очиститься от грязи, продолжая валяться в грязи. Грех – это грязь. Грязь, марающая душу человека, его духовный мир. Вот почему, говоря о бескуплении, Бог говорит об очищении человека от его грехов. И возложит руку свою на голову жертвы все сожжения, и приобретет он благоволение в очищение. И вот это слово очищение – это примирять, очищать, заглаживать грехи человека. Левит 1 глава 4 стих. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить, то есть примирить, очистить вас, загладить ваши грехи пред лицом Господа, Бога вашего. Левит 23, 28. И коснулся уст моих и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. Опять же, то же самое слово – примиряться с Богом, заглаживать грехи, очищаться от грехов. Исайя 6 глава, 7 стих. Если в физическом мире человек запачкался физической грязью, то используя физические вещества и физические законы, он может очиститься от грязи. Если человек запачкал свою душу грехом, то есть речь идет о духовной нечистоте, то тут Бог также оставил людям духовные законы для очищения от греха. Многие говорят, что достаточно прийти верой к Иисусу, и ты очистен и спасен. Сразу очищен и спасен. Никто этого не оспаривает. Нам нужно разобраться в свете писания, а что значит прийти к Иисусу в понимании святого Бога, а не в понимании грешного человека. Ведь нам дано такое объемное писание, и если бы все спасение заключалось в словах «Приди с веры ко Христу», и это не нуждалось бы в пояснении, что это значит прийти с верой ко Христу, то писание было бы одним предложением «Приди с верой к Иисусу и все». И все, это было бы все священное писание, данное нам для спасения. Однако это не так. Мы имеем очень объемное писание, значит мы должны понять, что в Писании Бог открывает людям, зачем Он это нам открывает, и убедиться, что Он в Писании открывает людям свое истинное понимание спасения, как прийти к Иисусу. И в задачу верующего человека входит глубокое исследование Писания, чтобы понять, как ему грешнику прийти ко Христу. Христос сказал, «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец, пославший Меня». Иоанна 6, 44, а Иоанна 5, 39, Он сказал, «Исследуйте Писание, а не свидетельствует о Мне». То есть Писание это Слово Божье, говорящее о Христе. И через Свое Слово Бог привлекает людей ко Христу. Так что нужно внимательно исследовать Писание, чтобы понять путь спасения, а не полагаться на разум свой в этом самом важном для человека деле. Бог Бог говорит через Соломона висследуемом нами стихе «Милосердием очищается грехом». Притча 16, 6. Важный вопрос. Поднимается очищение человека от греха. Здесь изложен Божий принцип очищения человека от греха. Принцип, который нельзя обойти. Он помещен Богом в Священное Писание. Милосердием очищается грех. Милосердие. Что это? Посмотрим на несколько текстов Писания, в которых употребляется это слово и в контексте увидим его значения. И сказал «Благословен Господь Бог Господина моего Авраама, который не оставил Господина моего милостью своей истиной своей. Господь прямым путем привел меня к дому брата Господина моего». Помните молитву раба Авраама. Бытие 24, 27. «Не достоин я всех милости и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел за этот Иордан, а теперь у меня два стана». Это уже молитва Иакова. «И Господь был с Иосифом и простер к нему милости, даровал ему благоволение в очах начальника темницы». Бытие 39, 21. Что в случае с Авраамом, Иаковом, Иосифом мы имеем дело с милостью Бога. Ибо правильно понять значение этого слова «милость» мы можем только познавая праведного Бога, а не грешных людей. Мы видим, что речь идет о благоволении Бога к этим людям, о поступках добра и им во благо. Бог говорит человеку, что духовный закон очищения человека от его грехов включает в себя наличие милости в человеке, поступков добра у того, кто хочет быть очищен от своих грехов. поступков добра по отношению к кому? Как это не парадоксально звучит, но прежде всего, человек, желающий очиститься от своих грехов и быть спасенным, должен проявить милосердие к самому себе, а потом уже по отношению к другим. Да, вы не ослышались. Речь идет не о том, чтобы самоудовлетворенно жалеть себя, любить себя, нет. Речь идет о том, что человек это сосуд, и он может являть вокруг себя лишь только то содержание, что есть внутри него, нельзя дать другим то, чем ты не обладаешь. Христос говорит, ибо изнутри сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихаимства, злоба, коварства, непотребства, завистливого ока, богохульства, гордость, безумство, все это зло изнутри исходит и оскверняет человека. Марка 7 глава с 21 по 23. То есть, человек запачканный внутри грехом, и он распространяет вокруг себя то, что есть у него внутри. И вот, если он хочет от этого очиститься и начать распространять Христово благоухание, то нужно начать очищение себя и только себя. И вот, посмотрите в этом свете на эти тексты Писания. Не мсти и не имея злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь, Леви 19-18. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Матфея 7 глава с 3 по 5 стих. Еще один текст и мы обобщим их. И так неизвинителен ты всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь тоже. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делает тоже? Римлян 2 глава с 1 по 3 стих. Понять смысл этих текстов несложно. Они все говорят об одном. Не решив свои внутренние проблемы, ты становишься неспособным помочь другим решить те проблемы, которые ты еще не решил в себе сам. Не являясь терпеливым, вы не научите и не сможете помочь другому стать терпеливым. Ибо вы сами не знаете, что это такое. Вы сами не знаете, как практически к этому прийти. а теория она есть у всех. Библия сегодня есть во всем мире. У многих по несколько экземпляров дома. Но это не делает человека терпеливым. Теория. И говорить, как нужно правильно жить и жить правильно, как ты говоришь, жить правильно, как ты учишь и как говоришь, это далеко не одно и то же. Мы не явим милосердия к другим, не имея его, а лишь говоря только о нем. поэтому, если мы хотим получить очищение от грехов, то нужно прежде всего явить милосердие к себе, явить добро самому себе. В чем? В очищении своих грехов нужно явить милосердие к себе. В чем? В желании себе добра и спасения. Вы не ослышались и не смеетесь к тому, что вы услышали. Верно, мы должны явить милосердие прежде всего к себе, искренне желать прежде всего себе добра и спасения. Вы скажете, ну как же так? Разве не все люди желают себе спасения? Все же говорят, мы хотим быть спасенными. Да на словах-то все, а вот на деле единицы. На словах многие понимают, что курение убивает, говорят об этом, но при этом курят, надеясь, что это их минует. Многие верующие знают, что возмездие за грех смерть, однако грешат. И других возмездие их минует, но оно придет, ибо Писание говорит римлянам 6.23 возмездие за грех смерти. И неважно верующий ты был или неверующий. Поступая так неразумно, люди жестокие. Вот если они знают, что грешить нельзя, но грешат, они жестокие, они не милосердны, они прежде всего жестокие по отношению к себе, ну разве это не так? Зная о расплате за грех, зная о смерти, они грешат, но при этом желают себе спасения. Так ли? Так ли это? Если я знаю, что огонь обжигает, я не суну руку в костер. Если я знаю, что яд несет мне смерть, я не буду его пить. Если я знаю, что грех лишит меня вечности, то я по логике должен его оставить. Но на деле все не так. Люди верующие грешат. Грешат, потому что не раскаялись своих грехах. А не раскаялись они в них по одной простой причине. Потому что они им еще нравятся. Именно поэтому люди их делают. Я ведь не буду делать то и не делаю то, что мне противно. От чего меня воротит и вся внутренность моя содрогается. Не так ли? И я бегу и с радостью стремлюсь к тому, что мне по раскаяние чувство отвращения к греху от один из самых тяжелых духовных трудов в жизни верующего человека. Речь идет об истинном раскаянии с последующим отвращением к греху его оставления. А не о том, что постоянно делает большинство верующих молясь и только говоря устами слова каюсь, а встав с колен опять делают то, в чем только что будто раскаялись. Грешный человек это очень изворотливое и весьма лукавое существо. Он не любит признаваться в своих недостатках никому, даже самому себе, даже во вред себе он это делает, но он это делает. Он готов оправдывать себя и свои грехи всеми силами, ссылаясь на свою добродетель к ближним, думая, что добродетели можно прикрыть свои грехи. Он может успокаивать себя сложившимися обстоятельствами, говоря, что он грешит из-за действия непреодолимой силы, он бы и рад не грешить, но таковы обстоятельства и не сильнее его, но сам он хорошо знает, он чувствует на уровне подсознания, на уровне страха, что за такую жизнь будут печальные последствия. Видите, он сам об этом предупреждает других, побуждая их изменить свою жизнь, но в своей жизни он остается все тем же, надеясь на то, что авось повезет, и он будет спасен. Ведь он же надеется на это, он же хочет этого, и вот, наверное, надежда и желание достаточный аргумент для того, чтобы Бог закрыл глаза на беззаконный человек. Так думает человек. Он может человек винить греховный мир вокруг себя, полученное наследство в виде неправильного воспитания, образования, многое другое, и все он это делает для самооправдания, для того, чтобы честно признать перед Богом свое безнадежное состояние, он, для того, чтобы не признать, прошу прощения, чтобы не признать честно перед Богом свое безнадежное греховное состояние. И поступая так, самооправдываясь и выгораживаясь, человек поступает по отношению к себе крайне жестоко и немилосердно. Он обрекает себя на погибель, при том, что знает от этого и может ее избежать. Поэтому, если он действительно хочет очиститься от греха и действительно от всего сердца хочет быть спасенным, то нужно прежде всего явить милосердие по отношению к самому себе. И начать нужно являть это милосердие с того, чтобы перестать обманывать себя. Нужно научиться говорить правду себе самому. Правду о том, кто ты есть в глазах Бога. Какого-то реальное, нежелаемое тобой, а реальное положение перед Богом. А уже после признания этой горькой правды, научившись этому в своей душе, в отношении с самим собой, теперь уже человек становится способным, и он имеет моральное перед Богом право говорить правду и другим. В противном случае, если человек не сделал первый шаг сначала, для того, чтобы говорить правду себе, оставить грех, он в глазах Бога лицемер. Слушайте слова Христа, ведь он же об этом говорит, он говорит, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего. То есть, почему ты начал с того, чтобы решать проблему в другом человеке, вместо того, чтобы увидеть бревно в своем глазе, то есть, решить свою собственную проблему. Как ты можешь сказать брату, дай я выну сучок из твоего глаза, а в своем не видишь бревно? И Христос говорит, такой человек лицемер. Он показывает, что первое, приоритет должен быть направлен на самого себя вынь прежде, прежде бревно из своего глаза. И вот только тогда, когда ты очистишься от этого греха, ты сможешь помочь и ближнему своему очиститься от своего греха. Вынуть сучок из глаза брата твоего. Не решив проблему в себе, ты не можешь, ты не имеешь морального права перед Богом пытаться решать ее в других. Без этого милосердия по отношению к себе, правды по отношению к себе, без правдивого отношения к себе, внутренность свою, своего духовного человека от грязи греха не очистить никогда и ничем и никакой благодатью. Ибо благодать входит в сердце сокрушенного человека и в нем совершает чудо нового рождения. рождение нового творения. В Писании сказано, близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Псалом 33, 19 стих. Жертва Богу дух сокрушенный, сердца сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Псалом 50, 19 стих. Ибо так говорит Господь высокий превознесенный, вечно живущий святое имя его. Живу я на высоте небес и в освятилище и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Исайя 57, 15 дух Господень на мне сказал Христос. Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Пауки 4, 18 Нам, лукавым грешникам, говорить правду себе, какое бы неприятное оно ни было, очень трудно. Очень трудно прийти к такой честности перед собой, чтобы это привело не к оправданию себя, а к покаянию, сокрушению духа. Это нам очень тяжело. И поэтому Всевышний в своей великой любви и милости посылает нам страдания в жизни. Как бы это печально не выглядело, но без страдания не может быть искупления, не может быть очищения человека от греха без страдания. Иов 5, глава 7, стих человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Псалом 118, 67, 71 стихи «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово твое храню». Заметь, страдания стали средством избавления от заблуждения. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим, пишет Давид. Захария 13, 9 «И веду эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавит серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, услышу их и скажу «Это мой народ». И они скажут «Господь, Бог мой». Посмотрите, что должен пройти народ, чтобы стать люди, чтобы стать Божьим народом. Они должны расплавиться в огне, как серебро, очиститься, как золото. И только тогда это будет народ Бога, и только тогда они имеют право морально сказать «Господь, Бог мой». царю Новоходоносору был дан совет от Бога стать милосердным и праведным. Но он не услышал этого. То есть не воплотил в жизнь добрый совет и только после страданий прозрел. Ему было сказано «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой», сказал Данил, «искупи грехи твоей правдою и беззаконие твоим милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Но он не согласился с этим. «Наказание Господнего семилетнего безумия Яновуходоносор возвел глазам и к небу и разуму и возвратился ко мне. Я благословил Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество владычество вечное, которого царство в роды и роды и нет никого, кто бы мог противиться руке его и сказать ему «Что ты сделал? Ныне Яновуходоносор славлю, превозношу, величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, который силен смирить ходящих гордо». Для чего были страдания? Силен смирить ходящих гордо. Даниила 4, глава с 31 по 34 стих. «Страдания очистили Навуходоносора от гордыни врага всякого милосердия, и он, очистившись от греха, стал новым творением. В любви своей Бог постоянно при отступлении и согрешении людей, его народа наказывает свой народ, и ему же во благо народу. И этим являет к нему свою милость. Бог говорит в 88 Псалом с 32 стиха, «Если нарушат уставы мои и повеления моих не сохранят, посещу жезлом беззакония их и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него и не изменю истину моей». В ударах жезла, в очищении от грехов и находится милость Всевышнего. Наше время не исключение, уже началось, но будущее еще будет хуже. Грядут суды и наказание Божие на весь мир, включая и верующих. И в этих судах для любящих Бога будет благо. Это будет милость Бога, явленная им, для избавления их от гордости и пробуждения в них милосердия к людям. Иначе не выйти из ладыкийского состояния. Этого милосердия сегодня так мало в большинстве верующих. Во все времена их было мало, включая во времена, когда Христос жил на земле среди людей, среди верующих. Поэтому Христос вынужден был сказать верующим в дни своего земного служения, «Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников покаяния». Матфея 9 глава 13 стих. «Родите, научитесь, милости». Страдание, которое допускал и допускает Бог в жизни своего народа, это своего рода плата, заострите внимание на этом слове, плата человека за избавление им от гордости, от этой черты характера сатаны и обретения человеком милосердия. Одной из основных черт характера Всевышнего. Посмотрите, как говорится о гордости как о черте характера сатаны и о милосердии как о черте характера Бога. «От красоты твоей, говорится о сатане, возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». Иезекииле 28,17 Исход 3,4,6 «И прошел Господь лицо Моисея и провозгласил Господь, Господь, Бог, человек и любивый милосердий, благотерпеливый многомилостивый истинный». После того, как грешник через страдание, через вот эту плату, страдание это плата, избавляется от греха гордости и научается милосердию по отношению к себе сначала, в том, чтобы говорить правду себе и видеть себя в истинном свете, и он начинает являть милосердием к себе и другим, он получает от Бога новую духовную природу. «Страдания помогли человеку обрести милосердие, которое, в свою очередь, является прекрасным духовным средством и очищает душу от греха, написанным милосердием и правдой очищается грех». Притча 16.6 Мы раскаиваемся и Бог прощает грех, мы оставляем грех и Бог о нем забывает. Но что значит оставить грех? Что значит милосердие на практике? Как понять слово «правда»? Вот несколько текстов в использовании этого слова «и преклонился я и поклонился Господу, и благословил Господа Бога, господина моего Авраама, который прямым это слово «правда», это прямой путь привел меня». Бытие 24.48 «Ты же усмотри всего народа, людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, опять же, это слово «правда», ненавидящих корыст, и поставь их над ними тысячи начальникам, сто начальникам, пятидесяти начальниками, десяти начальниками, исход 18.21 «Явить милость по отношению как к себе, так и к другим невозможно, игнорируя правду, а правда это прямота и честность. Если я кого-то реально обидел, в свете Писания это нужно компенсировать, то в чем нанесли ему обиду, если взяли чужое нужно отдать, если нанесли оскорбление попросить прощения у него перед теми людьми, перед которыми оскорбили, если лично, значит лично». Позвольте вот четверостишья зачитать вам это стих принадлежит нам не дано предугадать, как слово наше отзовется и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Поступая по правде и милостиво, по отношению к себе и к другим, так как мы хотели бы, чтобы отнеслись и к нам, мы создаем для Бога те необходимые и открытые нам им же в священном Писании условия, при которых Он обещал очистить нашу душу от наших грехов. И еще раз повторю, поступая по правде и милостиво, милосердно, по отношению к себе, в том, чтобы быть правдивым по отношению к своему состоянию и к другим людям, поступая так, как мы хотели бы, чтобы отнеслись к нам люди, мы создаем для Бога те необходимые и открытые нам же им, Богом, в этом Писании условия, при которых Он обещал очистить душу от наших грехов. Но это не конечная цель Бога очистить нас от наших грехов через покаяние жертвы. Бог ставит более глобальную задачу в Писании. В Писании сказано, и отвечал Самуил, неужели все сожжения жертвы столь же приятны Господу, как послушание глазу Господу, послушание лучше жертвы, повиновение лучше ту, как Овна, 1 Царств 15-22. Послушание, постоянная верность Богу, безгрешная жизнь, полная свобода от греха, вот конечная цель Бога о человеке в плане спасения. Бог говорит, вот завет, который завещает Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего, и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня. Евреям 8 глава, 10-11 стих. Знать Бога, иметь в сердце Его закон, чтобы мы не грешили. Вот чего хочет достичь Бог через Евангелие. Об этом и говорит вторая часть исследуемого нами стиха из притч. Милосердиями правда очищается грех, это первая часть, а вторая, страх Господень отводит от зла. Бог желает видеть нас святыми, свободными от греха, удаленными от зла. И в этом Бог уверяет нас, нам поможет страх Господень. Почему люди грешат? Мы уже говорили с вами, потому что грех им нравится, больше праведности Божьей. А то, что человеку нравится, то он приближает к себе и держит около себя, и хранит при себе для себя. Чем дороже человеку вещь, тем ревностнее он ее оберегает. А почему людям нравится грех? Почему они согрешают? Потому что грех приносит им поначалу удовольствие. Люди плотские, мы все такие от рождения и гонимся, увы, всю свою жизнь за удовольствием плоти, а не духа. Мы создаем быт для удовольствия плоти, отдыхаем для удовольствия плоти, зарабатываем для удовольствия плоти, все для плоти. Желание этих удовольствий плоти толкает человека постоянно ко греху, ведь удовлетворение духа наоборот отводит от греха, а удовольствия плоти побуждает по греху. Ибо все, что в мире, похоть, это желание, влечение, страсть, прихоть плоти, это похоть очей, это тоже желание, очей, влечение, страсть и прихоть, и гордость житейская не есть от Отца, но от мира всего. 1 Иоанна 2,16 Каждый искушается, увлекаясь и обращаясь собственной похотью или своим желанием, влечением, страстью, прихотью. В похоть же зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Якова 1, глава 14,15 И Писание говорит, если же идете по плоти, то умрете. А вот если духом умершляете дела плотские, то живы будете. Рим. 8,13 Вначале желание плоти приносит греховное удовольствие. И человек не думает о последствиях. Но потом неминуемо приходит час расплаты. И этими примерами изобилует Писание «Да, я думаю, жизнь каждого из нас». Бог говорит, что страх Господень, то есть почтение к Нему, благоговение пред Ним и Его величием, могуществом и любовью, осознание постоянного Его присутствия это единственное средство, способное помочь грешному человеку навсегда оставить грех и не грешить больше. И сказал Моисей народу «Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». Исход 20 глава, 20 стих. «Чтобы страх Божий всегда был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». Вот она взаимосвязь страха Божьего и свободы от греха. «Веру Моисея вставил в Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Вот страх Господень». Ощущение постоянного Божьего присутствия в своей жизни дает твердость поступе человека. чтобы Бог мог на понимаемом нами уровне жить в нашем сердце, в разуме. Бог послал своего Сына явить себя в Его жизни простого человека. Бог захотел явить себя в жизни простого человека, святую свою жизнь и в виде жизни человека Иисуса. Если после упрощения Всевышнего нам задачи понимание нами нашей жизни в Его присутствии через Христа, через жизнь Христа, даже после этого Всевышний не становится для нас самым дорогим, тем, кого мы хотим постоянно видеть рядом с собой и в себе, с кем нам нравится общаться и кто насыщает нашу душу, то поверьте, что уже ничто не избавит нас от желания грешить. Даже если перед этим мы получили от Бога и прощения наших грехов, и Он явил нам свою милость, без страха Божьего, без Его постоянного присутствия в моем сердце, я не перестану грешить в будущем, даже получив прощение грехов в прошлом или в настоящее. Полная свобода от греха только в полном единении с Богом через Христа, который живет в твоем сердце. В этом наше спасение. Сблизься с Ним и будешь спокоен. И через это придет к тебе добро. Иов 22, 21. Да будут все едино, сказал Христос в своей молитве Отцу. Как ты учи во мне, я в тебе, так и они да будут нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня. Иоанна 17, 21. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, естественно, для греха идет речь, и потому, или точнее, потому, что жизнь ваша сокрыта со Христом у Бога. Нам нужно обрести то единство, что у Бога Отца с Его единородным Сыном Иисусом. Христос и Его святая жизнь для нас самый наглядный пример наличия страха Божьего и тесной связи с Богом. Посмотрите, что говорит нам Сын Божий, ставший человеком, человек Иисус. Он говорит, пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного. Почему? Почему Отец всегда был с ним? Ибо я всегда делаю то, что Ему угодно. Иоанна 8 29 Иисус возвел Отче к небу и сказал, Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня, и я и знал, что Ты всегда услышишь меня. Иоанна 11 глава 41 42 И слов Христа следует, что постоянное присутствие Бога в жизни Его, а соответственно и в жизни каждого человека, потому что Христос для нас пример во всем. Это уверенность в том, что Бог будет слышать и отвечать на наши молитвы. Все это покоится на поступках верующего человека. Не просто на каких-то мечтаниях, на какой-то эфемерной вере, которая не подкреплена никакой жизнью, никакими делами, а именно покоится на поступках верующего. Христос говорит, Отец, со Мною и слышит Мои молитвы, потому что Я всегда делаю то, что Ему угодно. Христос Постоянно искал Бога в молитве. В те дни взошел Он на гору по молитве и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Луки 6, 12. А утром вставить с Марана вышел, удалился в пустынное место и там молился. Марка 1, 35. Но Он уходил в пустынные места и молился. Лука 5, 16. В одно время, когда Он молился в уединенном месте, ученики были с Ним. Лука 9, 18. Случилось, когда Он в одном месте молился и перестал в день из учеников. Его сказал, Господи, научи нас молиться, как Я научил учеников своих. Луки 11, 1. Заметил. Или всю ночь, или рано поутру, или днем, или сам, или даже при учениках. Иисус молился Богу Отцу. Он жаждал постоянного общения с Богом. Он знал о постоянном Божьем присутствии в своей жизни. И Бог вразумлял его, укреплял его, наделял его своей силой, в Писании сказано о Христе. Господь Бог дал мне язык мудр, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Исайя 50, глава 4 стих. Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. Деяние 10, глава 38 стих. В примере жизни Христа в Его взаимоотношениях с Отцом, в Его единстве с Отцом сокрыта для нас великая сила и пример для обретения страха Божьего, дабы нам не грешить пред Богом никогда. И каждый, я повторюсь, что каждый может и должен, если он любит Бога, любит Его Сына, он должен установить такие же отношения с Богом, какие были у Христа во время Его земной жизни на земле с Богом Отцом. Мы с Вами сегодня начали духовные размышления с того, что хотели разобраться, что такое любовь, любовь в себе и ближнем. Всевышний есть любовь, сказано в Писании. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. 1 Иоанна 4,8 И нас призывает обрести эту любовь. Кто не любит, тот не познал Бога. Иначе мы будем находиться, если мы не будем любить, мы будем находиться в отрыве от вечного Бога, от Бога любви. Всевышний является высочайшим примером любви. Его любовь явила себя в желании спасти каждого человека для вечности. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3,16 И из этого следует, что любовь это отдача, а не принятие. И эта отдача направлена на вечное спасение. По отношению к себе мы отдаем всего себя в полное послушание Богу для того, чтобы исполнить Божие желания и намерения. Вот это есть любовь к себе. Это отдать полностью себя в послушание Богу. Ради этого Бог пожертвовал Своим Сыном. И так умоляю вас, братья, милосердием Божьим предоставьте тела вашим жертву живую, святую, благоугодную Богу до разумного служения вашего. Римлян 12,1 А вот по отношению к ближним, если это потребуется для нашего спасения, дабы явить в себе истинную жертвенность, жертвенную любовь Бога, мы должны быть готовы даже и жизнь свою отдать. Нет больше той любви, сказал Спаситель, как если кто положит душу за друзей своих. Иоанна 15,13 Вы видите, что истинная любовь, она не имеет ничего общего с эгоизмом, этой подделкой любви. Истинная любовь, она всегда готова отдать ради своего вечного спасения, спасения ближних, для вечности она все готова отдать. И если мы являем не истинную любовь, а ее подделку, эгоизм, то это фатальный самообман, он лишит нас вечной жизни. Обманывая себя и лишая себя вечной жизни, мы поступаем просто жестоко, чудовищно жестоко и немилосердно прежде всего по отношению к самим себе, а потом уже и по отношению к тем, кто любит нас и желает быть с нами вечностью, а мы лишаем их этой возможности. Таким жестоким людям немилосердным людям, людям, которые врут самим себе в своем положении, людям, которые не отдали себя в послушание Богу и этим не явили любовь Божия в своей личной жизни, таким людям действительно не место в счастливом царстве Бога, куда вошли все те, кто осознал милосердие Бога и явил его в своей жизни. Не будьте к себе так жестоки, проявите к себе хоть капельку милосердия сострадания, не совершайте духовное самоубийство, являйте к себе и к ближним истинную любовь, жертвенную любовь, отдайте себя в жертву Богу, в послушание Богу и отдайте себя в служение ближним. Именно эту любовь открыл Бог в жизни его Сына. Это истинная любовь, это не подделка любви, это не эгоизм, за которым стоит дьявол. Аминь. Я встал на путь Христа и сердце мое пело и думал я тогда, что грех мой побежден любовью первою. Я делал Божье дело, в ушах звучало слово Божье «Ты прощен». Но каждый крестьянин увы все это знает, что радостны поры всего лишь чувствами приходит снова грех и он одолевает и дьявол прошлое скрывая вновь манит. О Христос, я прошу протяни ко мне руки. О Христос, не оставь одного в этой муке. Ты ведь знаешь, как трудно согрехом с обладать. Ты ведь знаешь, как трудно одному побеждать. 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 Хожу я на собрание и не курю, не пью. Вокруг все ожидают, что я совсем другой. Участвую в служении и деньги жертвую, но сам-то понимаю, не в этом ведь покой. Попробовал делами задобрить Бога я, ведь, как писал Иаков, нам всем нужны дела. Но сколько я не делал, покой не приходил, но сколько я не жертвовал, я счастье не спил. О, Христос, я прошу, брать, они ко мне руки. О, Христос, не оставь одного в этой муке. Ты ведь знаешь, как трудно согрехом западать. Ты ведь знаешь, как трудно одному побеждать, побеждать. Быть может, просто верить достаточно вполне, ведь все, кто Богу верил, они спасенные. Но что есть вера истинная, кто ответит мне? Ведь сердце свое знаю, оно все во грехе. Его пляща я к Иисусу я направил, что делать мне, Господь, Сын Божий, помоги, ведь очень многим людям ты сердце исправил, а я все тот же грешник, лишь маску нацепил. О, Христос, я прошу, братья ни ко мне руки, О, Христос, не оставь одного в этой муке. Ты ведь знаешь, как трудно за грехом собладать, ты ведь знаешь, как трудно одному побеждать, побеждать. Господь ответил мне простыми словами, я умер за тебя, ведь я тебя люблю. Я обещал друзьям своим, что буду вечно с вами, вот что мой друг изменит жизнь грешную твою. Привейся ты ко мне и пей воды живой, она тебе даст силы, она даст ты покой. дай мне свое сердце погрязшее в грехах и я его очищу пронзенных руках. О, Христос, мне теперь ничего не нужно, О, Христос, я нашел и тот путь мой узкий, мой Господь, моя жизнь для тебя, мой Господь, не ведись от меня. О, Христос, мне теперь ничего лучше не нужно, О, Христос, я нашел и тот путь, путь мой узкий, мой Господь, моя жизнь для тебя, мой Господь, ты ведись от меня.